В эфире канал Россия Вести Карачаева Черкесия, в студии Ашемес Пхешков. Добрый день. Карачаева Черкесия в числе первых, согласно экологическому рейтингу субъектов России, составленному общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль», Карачаева Черкесия является самым экологически чистым регионом Северокавказского федерального округа, а также входит 15 регионов-лидеров по стране. Рейтинг составлялся, исходя из ряда критериев, в том числе природоохранного, промышленного, экологического, социального и сводного индексов. Сотрудники органов внутренних дел проводили в Карачаево-Черкесии мероприятия, в ходе которых была усиленная работа по изъятию из нелегального оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Всего в рамках операции оружия из незаконного оборота было изъято 66 единиц оружия, в том числе 5 автоматов, пулеметы и противотанковое ружье времен Великой Отечественной войны. Большое количество патронов и боеприпасов, взрывчатых веществ. Возбуждено 38 уголовных дел. С 24 по 31 июля сотрудники органов внутренних дел проводили в Карачаево-Черкесии мероприятия, в ходе которых была усилена работа по изъятию из нелегального оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Всего в рамках операции оружия из незаконного оборота было изъято 66 единиц оружия, в том числе 5 автоматов, пулемет и противотанковое ружье времен Великой Отечественной войны, большое количество патронов и боеприпасов, взрывчатых веществ. Хотелось бы отметить, что благодаря раздействительной работе большая часть этого арсенала была добровольно выдана жителям республики. Работа по профилактике незаконного оборота оружия и боеприпасов продолжается. Еще раз обращаемся к жителям республики. Не храните незарегистрированное должным образом оружие и другие запрещенные к свободному обороту предметы. Обратитесь в полицию. Напоминаем, что при добровольной выдаче гражданин освобождается от ответственности за незаконное хранение оружия либо боеприпаса. Кроме того, данному лицу полагается денежное вознаграждение в соответствии с расценками, утвержденными постановлением правительства Карачаева-Черкесии. В рамках празднования 25-летия республики наш телеканал продолжает цикл материалов о людях, достойно вносящих свой вклад в развитие Карачаева-Черкесии. Наш сегодняшний герой – человек, которого безо всякого преувеличения можно назвать нашедшим свое призвание. 36 лет он на службе охраны самого ценного, что есть у людей – здоровья. Один не совсем обычный день для нашего корреспондента, но вполне будничный для фельдшера скорой помощи провел Ахмад Халкечев. В крайне ответственную профессию, профессию медика нашего героя Мана Фатамбеева, как это и должно быть, привело огромное желание помогать людям. И то, что пожилые родители Султан Хамзатович и Рабет Кекезовна часто болели. Отец был ветераном и инвалидом Великой Отечественной войны. В Раши на высоком примере отца, который с детства привел своему сыну чувство патриотизма и ответственности, Мана Фатамбеев после окончания медицинского училища в Черкесске в 1981 году пошел в армию. После двух лет армейской службы в Мецанбате начал свою трудовую деятельность фельдшером скорой помощи Карачаевской горной больницы. Несмотря на неимоверную психологическую нагрузку, со временем профессия втягивает, Особенно, когда лучше начинаешь понимать чужую боль, говорит наш собеседник. Бывало по 30-40 вызовов на человека обслуживали зимой во время эпидемии. Летний период аварии, ЧП очень много бывает. Ночами, прям до утра на ногах проходят, работают. В службе скорой помощи, как говорят работники, не бывает нелетной погоды. Неотложку могут вызвать и в дождь, и в снег. Вот и во время наших съемок поступает вызов из поселка Мара-Айагэ. Как говорят коллеги Манафа, на другом конце особо уважаемая пациентка и любимица нашего героя Надежда Акимовна Киселева, ветеран Великой Отечественной войны. Сложная судьба бабушки, которая полна трагических и героических событий, обязывает на особое отношение к ней, говорит Манаф. Во время войны всю семью Надежды Акимовны, всех пятерых братьев и родителей расстреляли фашисты. И в юном возрасте Надежда Киселева начала свою борьбу с фашистскими захватчиками в партизанском движении Брянщины. Потом были и немецкий плен, и лагеря Белфолда. Я, когда вы приезжаете, мне кажется, что кто-то ко мне родственник приехал, потому что я так одинокая, так одинокая. Бабушка, это наша работа, это наша работа так. Больным помогать, пожилым бабушкам помогать. Не расстраивайтесь, все будет нормально. Нередко Манафу Султановичу приходится бывать и в роли психолога. Для многих своих постоянных пациентов наш герой стал почти что членом семьи. Коллега Манафа Тамбеева Людмила Айбазова характеризирует его как крайне обязательного и самого оперативного сотрудника. А еще Людмила Кичебатыровна поведала о человеческих качествах Манафа и особом отношении пациентов к нему. Ему не надо объяснять подъезд, это то, что он уже по дороге сам высчитывает и уже знает, куда ему надо ехать. Очень многие, когда звонят, просят, чтобы приехал Манаф. Очень многие звонят, всегда говорят, если Манаф, чтобы приехал Манаф. Видимо, он так к ним относится, что они его хотят. Манаф сам в этой профессии хоть и в первом поколении, но вполне можно сказать, что он из медицинской семьи, потому как обе сестры Светлана и Алима тоже подклятвая Гиппократа. Несомненно, профессия медика – это призвание, а если кто-то и окажется в ней случайно, то ему скорее нужно уйти, дабы не стать причиной людских страданий, уверен Манаф. Ахмад Халкешев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Накануне в стране традиционно отметили день воздушно-десантных войск. Голубые береты отметили 87-ю годовщину со дня основания. В Карачаево-Черкесии празднования прошли на аллее боевой и воинской славы в парке культуры и отдыха Зеленого острова. Вместе с десантниками по традиции этот день празднуют их родственники и друзья. На торжественном собрании прозвучали слова поздравления. Было отмечено, что этот день призван возрождать российские воинские традиции, престиж военной службы. Он установлен для того, чтобы отдать дань заслугам военных специалистов, которые работают на благо обеспечения безопасности страны. Некоторые воины-десантники в этот день получили почетные грамоты за службу в ВДВ. После официальной части собравшиеся возложили цветы к памятникам российских полководцев и военачальников. В этот день, я думаю, не только, для каждого десантника один из самых главных праздников в году. Потому что возможность вспомнить службу, вспомнить эти годы, отданные десантам, это один из самых таких молодых годов. Вспомнить братство, встретиться с ребятами, с братьями, со своими. Отметить это дело, вспомнить службу. Поздравляю всех десантников России, Короче, Черкесии с Днем ВДВ. Слава ВДВ, братишки! Дождь засуха, ревность по вере. Накануне православные отметили день ветхозаветного святого Ильи Пророка. В древнейшем храме России, расположенном в поселке Нижний Архиз, прошло богослужение. Престольный праздник церкви Ильи Пророка в Нижнем Архизе собрал сотни паломников из разных уголков России. С подробностями Али Баташев. В этот день молитвы сотен паломников из различных регионов страны были обращены к пророку Илье. Чаще всего ему молятся об избавлении от засухи и укреплении веры. Пророк Божий Илья один из самых почитаемых ветхозаветных пророков вообще в христианской мире, в русской православной церкви особенно. И это почитание связано с его ревностью. Это был человек, который особым, вдохновенным образом боролся с язычеством. Именно поэтому для русского народа он стал таким путеводителем сквозь мрак языческих традиций, сквозь мрак языческих, разделяющих один большой народ на племена верований. Он стал, если хотите, таким неким знаменем, благодаря которому и была крещена Русь немало, и, конечно, у часть которого наши сородичи, предки смогли преодолеть в себе вот это средостение разделений и объединиться в один большой народ. Божественная литургия под открытым небом возле стен древнейшего православного храма России побуждает Наталью Климентову приезжать сюда каждый год. Намоленное место, храмы древние, сама эта церковь, которая XI века, самая она старая в Российской Федерации, что еще? Воздух, чистая, экология, все вместе, природа, все вместе. Вы здесь себя как-то особенно чувствуете? Легко, легко, легкость такая, ну и чувство такое, восторга. Семилетний Илья Остапов приехал с бабушкой из Донбасса и, кроме пребывания в храме, оценил и другие достопримечательности архиза. Мне здесь понравилось то, что здесь есть варенье вкусное, и здесь очень красиво, и много хороших сувениров. Алексей Лобов из Кисловодска считает, что архиз – это место, где совершенно разные люди могут прекрасно понять друг друга, жить в мире и дружбе. Здесь многие люди, приезжающие из России, там в Сибири все же жившие, они говорят, здесь как дома чувствуем себя, вот ощущение покоя, ощущение безопасности, ощущение вот особого такого духовного состояния, все испытывают, говорят, мы здесь как дома. Горы как стены, а стены дома помогают. Крестный ход вокруг храма Ильи Пророка по завершении богослужения показал единство верующих многих регионов России. Али Баташев, Аслан Баташев, Вести Карачаева, Черкесия, Нижний Архиз. В Аулинжи-Чикун состоялись четвертые абазинские игры. Они стали самыми массовыми по числу участников. В этом году, помимо сельских поселений, участниками стали абазины из Абхазии, Москвы и Черкесии. К соревнованиям готовились и Стар и Млад. Который стал лучшим, узнавала Альбина Курачинова-Кенжева. С самого раннего утра организаторы игр стали встречать делегации абазинских спортсменов. Зрители и участники в предвкушении уже полюбившихся традиционных игр. С каждым годом они приобретают массовость, сплочают людей разных возрастов, обогащают и оздоравливают нацию. В ауле был создан оргкомитет, который устроил праздничную атмосферу, чтобы приезжие в гости чувствовали себя как дома. Повозка, запряженная парой белых коней, шла неспешно, вещая в рупор информацию обо всех игроках и ветеранах спорта, внесших большой вклад в спортивную историю республики и страны. После того, как команды выстроились на церемонию открытия, на площадку с символическим огнем игр прибыл Расул Чуков. Первый среди абазин мастер спорта международного класса по вольной борьбе. Он передал факел земляку Мурату Озову, чемпиону мира и Европы по самбу. Тот, в свою очередь, вручил огонь актеру, режиссеру и певцу Эльдару Агачеву для зажжения огня четвертых абазинских игр. Думаю, что у нашего народа все еще впереди, и мы увидим прекрасные, огромные достижения в спорте. Мы увидим и олимпийских чемпионов. И пусть прекрасное мероприятие, на котором мы сегодня присутствуем, чтобы оно давало еще один определенный импульс для того, чтобы у нас эти чемпионы появлялись. И вот торжественный момент. Загорелся огонь на высокой горе, своеобразный олимп, возвышающийся над аулом. Соревнования стартовали. Спортсмены, а это и юноши, и девушки боролись за призовые места в таких видах спорта, как волейбол, футбол, гиревой спорт, лазанье по столбу, прыжки в длину, стрельба из лука и пневматического ружья, армспорт, перетягивание каната. Ребята устанавливали рекорды предыдущих лет, демонстрировали зрелищное выступление в том или ином виде спорта. Кроме того, для гостей и болельщиков была подготовлена культурная программа с песнями и танцами. Также была развернута площадка с напитками, питанием и развлечениями для самых маленьких гостей. По итогам игр первое общекомандное место завоевал вновь Инжичкун. Пьедестал второго места заняли льбурганцы и на почетном третьем команда из Кубины. А это говорит о том, что и следующие пятые абазинские игры состоятся вновь в Инжичкуне. Организаторы надеются, что в будущем году участников станет еще больше. Альбина Курочинова-Кен, Жваза, Чеченова, Радмир Джибабов, Рашид Токов. Вести Крачево-Черкесия, Абазинский район. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к текущему часу. Я благодарю вас за внимание и до встречи в 14.45. Субтитры создавал DimaTorzok